начинать проверку цветокоррекции наконец-то дошли так пишет не пишет вроде пишет еще раз проверим начинаем видео с таймлэпса которые я раньше сделал там цветокоррекция была сделана идем дальше первый кадр неплохо я не я не смотрю на панели я просто смотрю на кадр на цвет и все неплохо неплохо это камера вот смотрите здесь остановимся на этом кадре что мы здесь видим сильная сильная тень почему бы шатус не поднять еще больше тогда меньше видно тогда больше видно в тенях чуть контраст еще добавим так как шатус подняли тенях мы видим больше чем ранее было то же самое здесь видите какой провал в тенях ну это из-за того что солнце так светит тогда давайте уже до конца шатус поднимем чтобы чуть чуть больше было видно но конечно требует и контраста добавить добавим контраст где-то так камера sony 7s 2 без зла то здесь когда я снимал это видео я еще использовал с гамот профайл который мне порекомендовал филипп блум но здесь плохое просто же эти все такое желтая получил оттенок желтый горчичный потому уже было поздно конечно потому я уже переключился потому не надо добавлять температуры желтизну а наоборот вообще она и так желтая мы а мы добавляем еще желтизны ну может в принципе добавим чуть потеплее это не из-за того что просто горчичный такой цвет получился вот такой cinematic цвет но нам надо натуральный свет потому нам надо было стил включить они с гамот или что-то что-то он там рекомендовал давно снимал уже не помню так тут у нас опять shadows надо подтянуть так что здесь провален черный черное такое было теперь хоть чуть-чуть видно то получился желтый горчичный цвет из-за того что с гамот включил ну это для cinematic больше всего и тяжело теперь его убрать но уже мы снимаем стил color mode или как там до сил с ваником как камерах опять черное пятно видите shadows поднимаем до конца хоть чуть-чуть видно больше но опять же когда подняли shadows кантик картинка стала менее контрастно добавляем еще контраст ну да не будем сразу до конца так как мы обесконтрастную картинку уже как есть видите даже 14 стопов хвалят хвалят 14 стопов и камера не справилась что не видно что в sony 7s 2 14 стоп мне кажется там где-то 12 не больше вот какие в тенях темный свет надо поднять shadows что-то видеть теня видите тут просто провалы в тенях но мы поправили теперь лучше то же самое очень сильный провал в тенях не сатурайшем контрастную да сони кара кадры вот эти проблемные из-за того что с гамот включил от вакуа сони камера есть камера есть возьмите в руки и выключите с гамот если вы хотите натурально снимать если снимать и кто можете включать а натурально там стил надо выбрать тогда цвет будет не такой желтогорчичный но мы его еще поджелтели в принципе да там тепло надо но это старая съемка еще не знаю 8 лет назад сейчас камеры по совершении ну гореть послушался филиппа блума называется не надо иногда слушаться профессионалов что они не понимают что я буду снимать природу а не синематик фильм какой-то ну именно то что синематика какой-то художественный фильм где цвет будет совсем другой не будет натуральный цветом а под настроение как говорится самого фильм ну да ну в данный момент нам надо натуральный цвет запоминайте нашу коррекцию вот смотрите на панель люметри что вы понимали как мы делаем нашей компании давайте тени больше поднимем потому что это как это черная полоса от солнца у нас на какой-то забор наверное ли что а это уже камера пришла очень простенькая называется panasonic g где там натурально все снимала камер панасоник джи экс эти файв маленькая микрофорсерд камера это было туда в это время это была первая камера со стабилизацией в сенсоре от компании panasonic и джи и в это время было только джейс форди из файв не был я снимал джейс фор потом подумал ой попробую я этим панасоник то все-таки стабилизация есть и в то время я снимал еще на моноподии потому есть тряска и мы стабилизе и мы выделили кадры для стабилизации ну вроде нормально все тут с панасоник нормально мы тут не спасем тут просто в камере диапазон такой это не рад камера или не блок мать так довольно цвет неплохой потому бежим поскорей чтобы я не потратил нам не потратил кучу времени на проверку все-таки 10 часов наше время подходит к концу и поставил песочные часы вы мне 30 минут только на проверку так как у директора компании меньше всего времени на проверку почему потому что ну надо контролировать может так сказать всех вас и и это тяжело ребята это тяжело потому и я уже в это ввязался но если вы мне сказали что так тяжело я бы не связывался с этим я бы работал сам ну видеть я уже связался с такой большой командой и потому это заняло мне много лет собрать команду собрать менеджеров на в команде это заняло очень много лет и моего времени потому жалко все это терять очень жалко что второй раз я уже это не делать не будут ну это очень трудно быть как сказать директорами не знаю или там короче главным по главным быть сам очень трудно серьезно поспокойнее вот жить одному и работать сам на себя намного спокойнее потому надо иметь силы надо иметь нервы надо быть морально устойчивым так как работаешь со множеством людей надо учиться на это и и увы в школах у нас это не учат а учат чепуху какую-то а вот лучше бы учили как работать в обществе с людьми вот главная наука вот высшая наука коммуникация между людьми практически светокоррекция сделано неплохо но я подправляю потому что ну вот посветле делаю кадр очень темный такая минимально минимальное исправление так как это уже третья пара глаз смотрит сначала делай эдитер это первая пара глаз потом младший менеджер но уже скоро будет нормальный менеджер проверял в будешь вижу неплохо коррекция проверено потому я еще за младшим проверяет но скоро будет уже этот менеджер не младший потому что вижу что но неплохо проверено но минимальные есть такие корректировки из-за того что бывает чуть кадр темноватый там ну как и сказал это трудно так время наше прошло это трудно вот столько кадров проверить чтобы они были идеальны ну желательно так так сделать спасибо за внимание всем пока если будет возможность запишем еще следующие уроки а так еще много проверять пока 16 минут с десяти часов